Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды, в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! По стойке смирно, с гордо поднятой головой. Этот день ребята запомнят надолго. Прежде чем произнести клятву юнормейца, каждому из них пришлось много работать над собой. Волнение внутри. Мы все очень волнуемся. Мы вместе тренировались, строевую делали. Сюда я пришел для того, чтобы были какие-то навыки строевого шага, была дисциплина, ну и вообще хоть иметь представление, что такое юнормия и армия в целом. Я собираюсь поступать в военное училище, и чтобы иметь представление, быть готовым уже к службе. Патриотическое движение в стране зародилось в 2016 году. За это время в Череповце ряды юнормии пополнили более тысячи мальчишек и девчонок. Для них это настоящая школа, где воспитывается характер, смелость и воля к победе. Но делать первые шаги всегда волнительно, поэтому без поддержки родителей и педагогов не обойтись. Мы не только приготовили знаменную группу, которая вышла на сцену, но также за сценой, для того, чтобы каких-нибудь не получилось казусов, у нас работают наши санитары, наши медики, которые стоят с любимым нашу термин спиртом и пытаются оказать, будут показывать помощь в любое время, когда кому-то станет плохо. По словам новоиспеченных юнормейцев, участие в общероссийском движении поможет им в будущем. В своем юном возрасте они уже уверенно заявляют, что будут служить на благо Родине. И если понадобится, они смогут защитить своих близких. У нас есть рукопашный бой. Мы и мальчики, и девочки делаем все одно и то же. На физкультуре то же самое. Мы все равны. Нам тоже нужно готовиться к этому, поэтому каких-то таких разделений мальчик-девочка нет. Заветные значки и удостоверения мальчишки-девчонки получили из рук первых лиц города, ветеранов вооруженных сил и действующих офицеров. В этот знаменательный день, День Героев России, мы собрались здесь для принятия вступления в ряды всероссийского детско-юрожского военно-патриотического движения юнормии России. Цель данного мероприятия – это воспитание молодого поколения, сильного духа, здорового образа жизни и будущего поколения защитников страны. Принятие присяги – не повод пропускать занятия. После торжественной церемонии некоторые ребята отправились в школу, а часть после этого продолжат тренировки, в том числе по строевой подготовке. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, новости.